Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Поздравляю вас с Новым Годом! Мы встречаемся с вами первый раз в 2020 году. К сожалению, у меня не получилось записать вам поздравления в 2019 году. На это некоторые повлияли события в моей жизни, но я вас всё равно всех люблю и обнимаю. Спасибо, что вы мне всё равно пишете под разным видео поздравления, а также на Facebook и в Instagram. Мне безумно приятно, поэтому надеюсь, что этот ковод будет для нас более продуктивный, более полезный и более лёгкий в эмиграции. Что касается сегодняшнего видео, то хотела с вами поговорить на тему, сложно ли переехать в Польшу, вообще с какими проблемами сталкивается здесь каждый иностранец. Потому что многие из вас сейчас, не знаю, под каким-то эйфорией, под каким-то кайфом переезжают в Польшу, не понимая всех реальностей, которые ждут нас здесь. Поэтому давайте сегодня об этом поговорим. Если вам это будет интересно, то продолжайте смотреть дальше. Знаете, если лет 15 назад считалось, что в Польше жить – это просто круто, это офигенные деньги, это крутые возможности, то сейчас каждый, который переезжает сюда, иностранец, он просто идёт на обычный завод, либо же в отель убирать, и неважно, что у вас было в вашей стране, какое было образование. То есть вы можете быть юристом, вы можете быть адвокатом, иметь свой бизнес, но если у вас нет финансов для переезда, если нет у вас финансов для того, чтобы здесь открыть какое-то своё дело, то, к сожалению, каждый работник, который сюда приезжает, он работает не по специальности, он работает на самых худших условиях, и к этому нужно быть тоже готовым. Если же всё-таки вы хотите переехать и знаете себе цену, вы тоже должны соответствовать каким-то критериям. Я всегда вам говорю, не забывайте о том, что если вы хотите получить от одной стороны какую-то отдачу, то есть какой-то плюс, то вы должны тоже его давать. То есть, если вы хотите зарабатывать 5000 злотых, то не забывайте, что за 5000 злотых вы не будете сидеть дома, ничего не делая. К сожалению, либо к счастью, вам тоже нужно будет владеть польским языком, вам нужно будет владеть какими-то знаниями, критериями для данной работы. Поэтому требуя от работодателя, например, либо же от страны, в которой вы переезжаете, вы в свою очередь должны дать точно такую же отдачу. Хочу вам также напомнить тот факт, что когда вы переезжаете в другую страну, это очень тяжело. То есть, это морально тяжело, физически, психологически, потому что вы оставляете в своей стране всё. Всё, что вы нажили за 20-30 лет, а может быть даже и больше. Друзей, знакомых, родственников, вы всё это оставляете там и переезжаете в новую жизнь. Если вы переезжаете в новую жизнь, значит, вы здесь начинаете всё с нуля, и неважно, сколько вам лет. Я считаю, что когда человек переезжает за границу, он должен поставить перед собой цели, а также реально понимать, зачем вы сюда переезжаете. То есть, это не должны быть какие-то размытые иллюзии, либо же розовые очки. Нет, вы должны чётко поставить перед собой цели и чётко понимать, что здесь легко не будет. И даже если у вас есть здесь друзья, знакомые, поверьте мне, 80% они вам не помогут, а даже если помогут в начале, то у вас испортятся позже отношения, и вы уже не будете так дружить, как дружили раньше. Всё-таки, с какими проблемами встречается чаще всего иностранец, когда переезжает за границу, но будем на примере Польши, конечно же, разговаривать сегодня, потому что говорим о Польше. Первая проблема – это большой сейчас спрос на рынке труда. Если, я вам уже повторяла много раз в разных видео, что если раньше работник искал работодателя, то сейчас работодатель ищет работника, потому что работники приезжают с разными условиями, с разными критериями, но люди до такой степени сейчас разные, что многие считают, что поляк должен им дать работу, и поляк всё им должен. К сожалению, это не так. Поляки точно такие же люди, точно такие же люди, которые выезжают за границу и в поисках какой-то лучшей жизни. Но вы мне недавно в Инстаграме задали такой вопрос, нравится ли полякам то, что они приезжают сюда, как они относятся к нам и так далее. Так я вот вам скажу, что сейчас 80% поляков настроены не очень сильно положительно к нашим нациям, к нашим переездам сюда, потому что мы просто обнижаем рынок труда. Если можно где-то идти на работу за 20 злотых, то иностранец готов идти на работу за 12 злотых. Поэтому от этого и появляются какие-то агентства, от этого появляются заработки через посредников. И не всегда прямой работодатель хочет заниматься иностранцами, ему проще заплатить агентству, и агентство уже потом этим занимается. К сожалению, это реальность, и, к сожалению, это так есть. И здесь вы не перепрыгнете, даже не фыркнете, не покажете свое «я». Если же вы хотите показать свое «я», как-то себя проявить, можно так сказать, то вы должны тоже соответствовать, как я вам и сказала, вы должны знать польский язык, и вы должны исполнять какие-то критерии. Потому что даже тот же поляк, который идет, например, на повара, где-то там за границей, он все равно должен знать английский язык, понимаете, он должен иметь опыт работы, он должен иметь CV, резюме. Поэтому, если вы хотите искать достойную для себя работу, то вы тоже должны ее достойно искать, то есть правильно искать, правильно находить этих работодателей, правильно показать себя, что вы можете здесь работать, и что вы можете остаться. Даже пускай сначала придете на ту же минимальную зарплату, но в будущем, через 2-3 месяца, вы себя покажете, проявите, и вам дадут такую же зарплату, как и поляку. Следующая проблема, с которой каждый иностранец здесь может столкнуться, это легализировать себя правильно на территории Польши. Я знаю, сейчас вам немногие скажут, «Господи, Оля, ну о чем ты говоришь? Все-таки же ты тоже этим занимаешься, легализация иностранцев, да? На такой степени сейчас все легко и доступно». Это правда. Но на этой почве до такой степени много открылось таких разных агентств, где не только обманывают, но и просто за высокие суммы, за тысячу, за полторы тысячи долларов, типа делают карты там за полгода, за 7 месяцев, дая гарантия, что вам все быстро и дадут, да? Но на самом деле я вам скажу, что сейчас до такой степени длинные очереди в ужиндах, что неважно, сколько вы отдаете денег, неважно, ждете вы, ускоряете свои процессы, вы все равно будете ждать, потому что я уже сейчас подалась на свою третью карту, и я ее тоже жду. В феврале месяце уже будет год, как я ее жду. То есть я отправляю по наглению, я все время встречаюсь с инспектором, я что-то для этого делаю, не использую никаких нотариусов, потому что я всегда учу на своем же примере, как это при этом я подалась еще с ребенком, то есть как мать-одиночка с ребенком. Это намного сложнее все идет процесс, потому что маму больше проверяют, все-таки мама единственный источник дохода, который должна содержать ребенка и себя. Но не об этом, просто тот факт, что вам просто нужно будет смириться с тем, что вы в большинстве случаев будете не выездные. Но тут же также следующий ответ на ваш вопрос, можно ли выезжать. Выезжать можете в свою страну без проблем. То есть самое главное, нужно иметь печать в паспорте, и вы можете легально выехать. Но для того, чтобы въехать, вы должны иметь либо биометрические дни, либо же визу, любую. Она может быть как рабочая, так и туристическая. По печати, путешествовать в странах Евросоюза вы не имеете права. Те люди, которые путешествуют, это не означает, что они делают это правильно. Если вы путешествуете машиной по Евросоюзу, и вас никто не остановил, это окей, вы можете в принципе так сделать. Но если вдруг какая-то ситуация, если вдруг вас остановит где-то полиция и проверит ваш паспорт, то для Евросоюза вы не находитесь легально в Европе, вы только находитесь легально в Польше. А так как, например, в данном моменте вы будете там во Франции, в Италии, с этой печатью в паспорте, то вас могут просто депортировать, либо же наложат на вас штраф и депортацию минимум на полгода. Поэтому то, что люди говорят, что можно путешествовать, либо то, что люди говорят, что на один закон всегда есть 30 законов, которые можно перепрыгнуть, какие-то основные законы, то это не всегда означает, что это правильно и легально. Я знаю, что у нас народ просто до такой степени изворачиваться умеет, что любая для нас проблема всегда решаема. Но думайте в свою первую очередь и головой, особенно для тех, это касается, кто приезжает сюда в семье. Бюрократия. Да, в Польше, к сожалению, 21 век, но здесь до такой степени огромная бюрократия, что это нереально. Чтобы решить какой-то вопрос, вам нужно собрать вечно кучу бумажек. Чтобы получить какой-то ответ на какие-то документы, вам нужна опять куча бумажек. И даже вот если вы подаете какой-то внесок, то все равно вечно приходят почты, мейлы. Я вам когда-то говорила, что вам нужно знать, что первое, что вы приезжаете в Польшу, когда вы заселяете в свою квартиру, это код почтовый, то есть индекс ваш, где вы будете проживать. Потому что письма вечно нужно посылать очень много, вам тоже приходит очень много извещений из банка, из ЗУСа, из страховок, из УЖЕНДов. В основном все информация идет через почтальонов, то есть через почту. Поэтому это в Польше самая такая главная атрибутика. Даже сами поляки уже даже жалуются, когда все будет уже электронно, когда можно просто по ПСЛу войти и все увидеть, все свои проблемы, не проблемы, какие-то решить вопросы по финансированию, по пособиям, либо еще каких-то там других дел, что касается там, не знаю, кредита, телефонов, интернета и так далее. То есть поэтому вам надо будет приготовиться к этому. Ну и к тому же, я всегда говорю всем иностранцам, первый подарок для себя вы можете купить принтер, который там стоит 150 злотых, три в одном, который я купила еще 4 или 5 лет назад, да, 5 уже, 5 лет тому назад. И поверьте, это такая окупаемая вещь, потому что реально печатать много, писать тоже будет очень много, нужно, поэтому это очень важно, приобрести себе такую ужонзайню, можно так сказать. Следующая проблема это медлительность поляков. К этому нужно просто привыкнуть. Я, если честно, заметила за собой такую странную вещь, наверное, я вот вчера тоже говорила об этом в инстаграме, что, живя уже здесь, ты начинаешь подстраиваться под поляков и иногда начинаешь вести себя, как они. Просто это не от того, что хочется быть похожим и на них, просто ты уже крутишься в основном в этой сфере. У меня вообще работа, общение и личная жизнь состоит на 90% из польского языка, из польского общения, из польского менталитета и 10% оставляются там мои друзья, мои родственники, моя семья на Украине и ребенок, да. Поэтому я замечаю за собой тоже уже такие аспекты, что я становлюсь очень сильно медлительная. Я, чтобы какой-то вопрос решить, когда я могла раньше за 5 секунд это сделать, то я это иногда могу растянуть на 2 дня, потому что у меня еще параллельно еще что-то появляется и я думаю, ай, ладно, это не проблема, это я потом сделаю, потом это. И, в общем, это как-то вальяжно смотрится со стороны, потом я раз себя опять беру в руки и говорю, Оля, соберись, срочно сделать это, 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 это. И в итоге я сажусь и в одну ночь делаю это все. Я знаю, что это неправильно, но вот у поляков точно так же есть, только они, конечно же, ночью ничего не делают, они просто сами по себе медлительны, то есть, чтобы решить какой-то вопрос, вам нужно набраться терпения и вам также нужно будет набраться сил напоминать об этом, потому что полякам, если вы не будете напоминать о какой-то ситуации, то вам ее никто не будет решать. Редкий случай, редкий, когда кто-то помнит о вас и будет делать то, что вы попросили. На самом деле в 80% вам просто нужно будет о себе напоминать. Это не из плохой ситуации, типа, слышишь, ты что, обо мне забыл? Нет, просто, типа, привет, как-то продвигается по моему делу вопрос и так далее. То есть, надо о себе иногда напоминать, что касается также работы, если вы хотите получить подвышку, то вы должны о себе напоминать, что касается получения карты временного попыта, то вы тоже должны о себе напоминать и не сидеть, сложав руки, я вам уже рассказывала во многих об этом видео тоже. Еще одна проблема, с которой каждый из вас может столкнуться, это, конечно же, попасть к хорошему специалисту по поводу медицины, потому что на НФЗ, то есть, если у вас есть страховка от работы, вы можете без проблем ходить к врачам бесплатно, но если вы хотите попасть к узкопрофильному какому-то врачу, то, к сожалению, очередь может даже затягиваться минимум от месяца до полгода, даже до года, поэтому, чтобы попасть срочно сейчас к узкопрофильному врачу по какой-то болячке, то не всегда получается, чаще всего люди идут просто к приватному и попадают к нему через 2-3 недели на прием. Ну и самое последнее, что я хочу подчеркнуть, и если вы еще остались вместе со мной смотреть это еще видео, значит, это будет касаться именно вас. Самое важное, что я хочу вам сказать, учите польский язык, потому что без знания польского языка вы не сможете здесь чувствовать себя комфортно. Да, мне сейчас многие скажут, я даже знаю, мне каждый день в принципе это говорят, что вот я купил билет, потому что, слава богу, наших очень много. Наших-то везде много, это я не спорю, буду с вами согласна, но если вы хотите добиться чего-то, если вы хотите как-то себя проявить, сесть, остаться на постоянное жительство, поверьте мне, вам польский нужен будет, даже на ту же карту резидента вы должны сдать сертификат один на знание польского языка. Ну и помните, что все-таки, какой бы ни был поляк, то ему всегда будет приятнее пообщаться на своем родном языке по-польски. Даже пускай вы будете говорить с акцентом неправильно, но он вам поможет, никто над вами смеяться не будет, но вас будут намного больше и лучше уважать, нежели вашего друга, соседа, который вообще стоит, мучит, либо же просто говорит по-русски на все. Поэтому проявляйте свое какое-то уважение к людям, к которым вы приезжаете. Понятное дело, что вы не должны отрекаться от своего языка, от своих каких-то вер, религий, традиций и так далее, но нужно просто уважительно к этому относиться, потому что мы сами создаем вокруг себя общество, с которым хотим общаться. И если вы будете ограждать себя от друзей, поляков, то вам намного будет сложнее здесь находиться на территории Польши. Поэтому, если вы хотите и приехали сюда в Польшу на ПМЖ, на постоянку, хотите, чтобы уважали вас и ваших детей, учите польский язык, учите ваших детей, уважать людей, к которым вы приехали, которых вы немножко так подвинули, можно так сказать, чтобы себя чувствовать здесь комфортно. Надеюсь, что видео для вас сегодняшнее было полезное и оно было таким маленьким толчком для того, чтобы снять розовые очки и еще раз осознать реальности переезда в Польшу. Надеюсь, что у вас все получится, вы соберетесь и 2020 год принесет вам просто куча удовольствия от переезда и вы не будете себя чувствовать в чужой стране чужим. Спасибо, что сегодня были вместе со мной, ну а с вами увидимся уже совсем скоро в следующих видео и всем пока-пока.